Дорогие мои, вы на канале Приют Ангелов Спиридона Тремефодского. И мы с котиком, которого вы называете Народный Котик, вместе с моим снародным батюшкой, обещаем вам сейчас о снах, о вещах снах. Я как-то в эту тему перед Рождеством ударился, грубо говоря, и хочу вам как-то всё пояснить, какая моя точка зрения и вообще какая точка зрения и церкви на всё это. И надо сказать так, что вещи и сны приемлются и в житиях святых. Мы у очень многих святых их видим, отсыл к ним и называем это прозорливостью. Иногда в этих снах и Богородица является, и святая какие-то являются к этому человеку, которому приснилось, и видится некое такое будущее какая-то, картинка и всё остальное. И, в общем-то, когда мы считаем, что они относятся как-то к божественной сфере, то мы считаем их нормальными, святыми. В общем-то, тем не менее, все святые говорят, что нужно относиться к этому осторожно, потому что вещи и сны могут быть и от лукавого. Он может вас этими снами доводить до иступления, умоиступления, и в этом умоиступлении вы начнёте ему подчиняться, а не своему уму, потому что он вас в этих снах напугает, покажет картинки там какие-то и всё остальное. Но, тем не менее, это случается, и это все по-разному объясняют. Вчера, например, видел большую передачу по кануала «Звезда», где они огромное количество, в том числе научных каких-то изысканий, значит, каких-то опытов и каких-то учёных привлекли для комментирования. Я встречал таких учёных, я встречал такие изыскания, я, значит, с удовольствием всё это рассматривал. И, в принципе, действительно можно рассматривать, как эти сны либо помогают человеку, то есть ему лучше становится от того, что такие сны приходят, либо они его действительно раздражают и каким-то образом портят ему жизнь. Уже вот поэтому можно определить. Относятся они к божественным, можно так сказать, прозрениям. У нас это называется зрение, когда вот такой почти явный сон, то есть как я, это зрение. А потом явление, это когда уже, можно так сказать, сон наяву, но ты видишь вот святых и всех, это уже явление. Но, честно говоря, некоторые относят и явление к некому такому сну. И поэтому и так можно к ним отнестись. Как же я, вот что я полагаю об этих снах? Я, так будем говорить, разговаривал о них с своим ангелом там во сне, какая-то у меня был перерывчик, я всё время ночью просыпаюсь на какое-то время и бодрствуя, готовлю беседы, там ещё какие-то и так далее. И вот мне было интересно, а как ответят те, с кем я разговариваю на эту тему, объяснят. И объяснение очень простое было. Это обучение души жизни в Царстве Небесном. Вы обучаете её через ум слишком медленно, то есть как будто пешком идёте, а ей нужна скорость обучения, как будто на гоночной машине, на болиде. И вот ей во сне такое обучение даётся. То есть во сне душа соприкасается с Царством Небесным. Но в Царстве Небесном, я вам уже объяснял, там нет времени и нет пространства. И поэтому то, что при этом соприкосновение, как говорится, доходит до ума, оно даёт вот эти возможности увидеть, как будущее, так и прошлое, тому уму, который соприкасается со своей душой. То есть это такие остатки обучения, можно так сказать, от души доходят до ума. Но он не такой развитый, как душа. Действительно, душа, она намного развитой. Вот это объяснение меня очень удовлетворило. И оно абсолютно всё чётко для меня объясняет. Если идёт соприкосновение, и душа действительно на какое-то время в тот мир переселяется, или тот мир в неё переселяется, то никакие вот эти события, картинки прошлого или этого, они неудивительны. И чем, как говорится, ум ближе к душе, таким образом получается, тем он больше этих картинок может получить. И когда мне объясняют, что вот она, Ванга, она видела будущее и так далее, хотя для меня какие-то вещи очень сомнительны в том, как сейчас интерпретируют её знакомые все её видения. Я их слышу уже 30 лет одни и те же, и разные знакомые их по-разному. И разные даты определяют. Вот тогда, вот тогда, вот. Нет, мне кажется, это немножечко не так, но так как её ум не был занят зрением очей, то есть глаз, то он вполне мог соприкасаться к Котя-Котя, это магнитофон, не порви его, соприкасаться достаточно близко к этому миру, который был в душе или шёл в душу. Но этот мир может быть разнообразен. Конечно, в том мире есть и те, и другие, как мы знаем, силы. И соприкасаться может и тот, и другой мир. Поэтому будьте всё-таки внимательны к своим вещам, снам. И я как-то уже объяснял, что если они раздражают, если вам от них плохо, то они, скорее всего, не божественные. Вот, мучают иногда некоторых одни и те же сны там и всё остальное. Вот, или я встретил, что сны могут даже по наследству, грубо говоря, передаваться. Это совсем интересно. Вот, и родителям, и детям после снится один и тот же образ какой-то во сне. Вот. Ну, а если они всё-таки вас радуют, если вы как-то помог вам этот сон, или каким-то образом, значит, беду каким-то образом предотвратил. Хотя я всё время слышу, что, ой, а мне же это снилось. Там вот и снилось одному про Чернобыльскую аварию за два года, там, и про какие-то извержения, там, как люди гибнут. Но ведь, а что это дало? Каким образом это предотвратило беду? Ну, чаще всего, как бы, и никаким. После того, как всё случилось, вспоминают, что да, это снилось. А потому что никому и не скажешь, что мне приснилось, давайте всё предотвратим. У меня был один знакомый, который жил когда-то на Камчатке, но потом он переехал в Спитак и увидел, как в один день все собаки и даже крысы выбежали на улицу, собаки воют, и он понял, что будет землетрясение. И он побежал по улице, всех уговаривает, что выйдите на улицу, а то сейчас случится землетрясение. Все вышли, только в школе, не поверили ему, и остались учиться. Значит, детей оставили учиться. Все на улице остались живы, а в школе погибли их дети. И вот он очень удивлялся, ну как же так, почему они не могли поверить? Я же им говорил, что будет сейчас, вот собаки-то вышли, а он видел. Он видел, ему это понятно, а что сделать, если другим ничего не понятно? Поэтому это ещё одно предупреждение, не больно-то рассказывайте никому, никому, в общем, ваши сны, кроме того, что вы отвернётесь, а покрутят у виска, пользы, как говорится, не приносят. Только сами, сами, вот, можете, пользуйтесь, не можете и не надо. Помоги вам Господь. Но самый лучший, говорят, сон у того, кто не видит снов. Ум действительно отдыхает у этих людей. Но душа, наверное, воспитывается. Здоровья всем, радости и хороших снов. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...